Микрорайон, в котором жить просторно, а еще светло, тепло и уютно. Квартиры в новостройках недавно получили многострадальные жильцы ветхого фонда. Переселены уже 235 человек, еще 400 скоро, отметит новосерие. В планах у властей на 2017-й расселить 31 аварийный дом в Кохме. Жильцы довольны, конечно, не всем. Подрядчик неполадки устраняет. Где-то бывает влага выступает, потому что строительство шло достаточно быстро. Где-то есть проблемы с линолеумом, где-то с инженерными буксами потекло где-нибудь на смесителе. Пишутся заявления, мы выходим, исправляем эти замечания и люди продолжают жить. Для Станислава Воскресенского подготовили образцовую квартиру. Здесь у жильцов проблем нет. Есть только бесконечная благодарность за предоставленные квадратные метры. Раньше обитатели этих хором ютились в деревянном доме без удобств. В соседней квартире не все так гладко. Из-за влажности на обоях вылезла плесень. Жильцы боятся, что это только начало. Ну, переехала уже вот три недели, и сразу же появилась плесень в переднем углу. Обращалась к застройщику, обещали сделать. Сначала позвонили, обещали прийти, не пришли. Теперь вот обещают во вторник вечером после обеда прийти, устранить. Надеемся, что устранят, обещали. Погода сбила планы подрядчика по строительству внутриквартальной дороги в Просторном. По контракту запланирована реконструкция улицы Романа Куклева об устройстве ливневой канализации и дополнительных парковочных мест. В 2018 году будет достроено 1105 метров двухполосной дороги с карманами и съездами в каждый квартал. Задача выполнимая. Все реально. Просто будем исходить из бюджетных возможностей. Я думаю, что вы все лучше меня знаете. Проблемы с бюджетом Ивановской области. Мы по каким-то статьям, кстати, удалось увеличить. Я уже говорил о том, что мы норматив по школам увеличили до 700 рублей, с тем, чтобы с учебниками не было перебоев. Мы выделили 40 миллионов на высокотехнологичную медицину. Надеюсь, жители на себе это почувствуют. Но, тем не менее, бюджет как раз сейчас проходит обсуждение в областной думе. Будем его корректировать. Проект «Дороги в Просторном» обойдется трем бюджетом в 148 миллионов рублей. 108 из которых уже освоили. Работы продолжат весной. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Кохма.